Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire. С вами снова Джо, и сегодня немножко необычное для меня видео. Я хочу рассказать, как я делал эту машину, и как я добился таких объемов работы. Я сейчас в креативе, это бэкапный вариант моего мира, и я хочу рассказать, как делается эта машина. Огромное спасибо Рэю, я кину ссылку на его канал в описании, который изобрел вместе со своими товарищами на серваке этот прекрасный, прекрасный механизм. Притом, вы можете видеть здесь минимальное количество деталей, применено. Я даже могу, наверное, точно с помощью схематики показать, сколько. Это все, что понадобится. 36 блоков слизи, 8 наблюдателей, 7 поршней, 7 кусочков стекла, 6 липких поршней, 2 облыжника, 2 динамита, чтобы создать 2 модуля. Коралл любой подойдет, любой. Ставите любой коралл, веерный, и он превращается в мертвый, и любой из них работает. Два ростоновских блока, пару рельс, пару световых камней, чтобы мы оба не спаунились на машине, и как бы и все. И с той стороны ответная часть. Это основной механизм, с помощью которого было выкопано вот это все. Но об этом чуть попозже поговорим. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Очень survival friendly, прям безумно. Эта стрелка показывает, в каком направлении будет двигаться машина. И самое простое, это начать с вот этого кусочка блоков. Делаете вот эту часть. И создаете, я наверное переключусь на запись, чтобы можно было с разных сторон вам показать, и схематика вас не отвлекала. Ставим 3 блока, стеклянный, слизевой, стеклянный. Сверху на слизевой добавляем еще один. И делаем L-образный кусочек с обратной стороны слизевого. Устанавливаем на этот L-образный кусочек рельсу. Это пока временная рельса, с ней разберемся. Ограду в сторону и динамит. И у нас готов модуль для того, чтобы дропать динамит. Осталось только установить вагонетку и вперед в бой. Но этого мы пока не будем делать, чтобы не взорваться раньше времени. Устанавливаем наблюдатель, чтобы он смотрел вниз на слизевой блок. Сверху к нему устанавливаем поршень, чтобы он смотрел от наблюдателя. Получается, я буду отталкиваться от этого стеклянного блока. Если он находится слева, поршень должен смотреть вправо. Активируем поршень редстоуном. Ставим три слизевых блока сверху от поршня. И светокамень. И у нас уже немножко даже готов первый модуль. Прикольно, прикольно. Это достаточно просто. К поршню прилепляем слизевой блок. А к этому слизевому блоку устанавливаем... Сюда пока мы не будем лезть. Мы пока закончим с одним модулем. К этому слизевому блоку вниз лепим три слизевых блока. Ставим наблюдатель, чтобы он смотрел в сторону нашего начального стеклянного модуля. Снизу ставим два обычных поршня. Поршня не липких. А с обратной стороны, где выдается сигнал... Дайте я погоду поменяю. А, окей. Нет счетов. Ладно, допустим. А с обратной стороны, где выходит сигнал от наблюдателя, устанавливаем снизу поршень. Липкий. Правее через один блок от него наблюдатель, чтобы он выдавал сигнал в слизевые блоки, а смотрел в противоположном направлении. Теперь вернемся к этому липкому поршню. От него устанавливаем четыре блока слизи. Прямо. И вправо два раза. И к последнему установленному слизевому блоку устанавливаем наблюдатель так, чтобы его заряд выходил в этот блок. И снизу устанавливаем два обычных поршня. Теперь продолжим с этим модулем, с наблюдателем и Г-образной слизью. Устанавливаем липкий поршень, чтобы он смотрел на слизевой блок. Слизевой блок, получается, находится между наблюдателем и между липким поршнем. Устанавливаем еще один слизевой блок. Поршень обычный, в противоположную сторону от липкого. И к этому поршню по соседству мы устанавливаем слизевой блок. Поршень снизу. Наблюдатель, чтобы он передавал сигнал в слизевой блок. Я надеюсь, ребята, все будет понятно. Ну, во всяком случае, у меня есть сохраненная схематика, я смогу с вами ею поделиться. Возвращаемся к месту с двумя наблюдателями. Это будет наша ответная часть. Нет, не обманываю, не ответная часть. Это модуль, с помощью которого будет проверяться, нужно ли двигаться дальше по направлению. Не суть. К крайнему наблюдателю возвращаемся. Вот сейчас на нем стою. Слева от него слизевой блок. Устанавливаем три блока стекла. Один светокамень, один редстоуновский блок. Под этим редстоуновским блоком устанавливаем обычный поршень. И к поршню устанавливаем два кусочка стекла. Этот активированный поршень, на него будет идти сигнал от наблюдателя. И вот этот наблюдатель будет уже смотреть, когда мы достигли конца нашего пути и нужно двигаться дальше. К этому наблюдателю прилепляем раз, два, три, четыре, пять, шесть слизевых блоков. Возвращаемся к наблюдателю. Второй слизевой блок от него делаем два блока вниз. Получается такая Т-образная штука. А позади наблюдателя липкий поршень. А с этой стороны, получается, через четыре блока у нас как раз модули наши будут на расстоянии четыре блока. Соответственно, в том же месте, где динамит находится. Вот этот наблюдатель и ответная часть будет находиться. Через четыре блока ставим еще один наблюдатель, чтобы сигнал в обратную сторону выходил на липкий поршень. И соединяем это все с предыдущим модулем. Остается добавить совсем чуть-чуть, а именно центральную часть, которая будет передвигать и отправлять второй кусочек динамита вниз. Для этого необходимо от липкого поршня в середине, на котором выдает сигнал один из наблюдателей. Первый у нас уже закончен, второй. Второй модуль через четыре блока. На один блок от этого липкого поршня делаем еще один динамитный модуль. Точно так же делаем L-образный кусочек из слизи и второй из двух кусочков слизи просто. Только единственное, вместо стекла, как мы использовали в начале, здесь делаем в сторону T-образной слизи липкий поршень, а в противоположную сторону наблюдатель. Также устанавливаем динамит, оградку и не забываем про коралл. И если мне не изменяет память, здесь рельса, но она опциональная. И если мне не изменяет память и не изменяют глаза, то все, модуль готов. Единственное, что осталось, это его зарядить и сделать ответную часть. Да, кстати, вот эта неудача, мобы могут спауниться здесь. Но этот, в частности, не заспаунился, он, скорее всего, телепортировался с песка, но да. Можно заряжать. Давайте, наверное, сперва зарядим, а потом посмотрим, как делается ответная часть. Для того, чтобы зарядить, это просто элементарно. Подходим с обратной стороны, где находятся наши динамитные заряды, динамитные блоки. И устанавливаем в том месте, где слизевой блок с рельсой. Наверное, мне нужно отключить сейчас схематику, потому что она мне будет только мешать. Еще один слизевой блок устанавливаем. Добавляем рельсу. Берем обычную вагонетку. Устанавливаем. Ломаем предыдущий блок. И толкаем вагонетку на место. Все. Наш модуль заряжен. Делаем еще разок. На всякий случай. Слизевой блок. Рельса. Вагонетка. Предыдущую рельсу ломаем. И заряжаем вагонетку на место. Уничтожаем этот слизевой блок, чтобы он нам не мешал. И все. Теперь необходимость сделать ответную часть. Она делается очень просто. Открываем меню F3, чтобы посмотреть местонахождение наших наблюдателей. Нам необходим показатель в зависимости от того, в каком направлении вы будете делать эту машину. В данном случае, если я двигаюсь вперед и назад, у меня меняется только значение x. А значения по y и по z остаются неизменными. А значит, 84 1096 это будет значение, где будет установлена наша ответная часть. А второй, соответственно, будет через 4 блока от этого. 84 1096 для меня. Я сделаю скрин на всякий случай, чтобы не забыть. И теперь по x в данном случае для меня. Для вас, может быть, это будет z меняться. Отправляйтесь настолько, насколько вам необходимо. Например, я хочу сделать вот на столько блоков. Здесь мы устанавливаем липкий. Соответственно, вторая часть точно так же делается. Здесь устанавливаются липкий. Устанавливаем светокамень здесь. Красиво. Просто эксперт в поломке своих же построек. И через один блок у нас будут установлены обычные поршни. Здесь. И здесь. Которые будут смотреть в направлении этих механизмов. Еще раз. Слизевые блоки через 4 находятся. Раз, два, три, четыре. Пятый будет на месте наблюдателя находиться. Раз, два, три, четыре. Пятый, где находится наблюдатель. Это, соответственно, ответная часть. Заряжаем редстоуном. Очень просто управлять этой машиной. Есть два варианта. Если территория очень большая, лучше увеличить количество просматриваемых чанков. Потому что, если машина выйдет за зону обработки, вагонетки, скорее всего, взорвутся и упадут. И придется заряжать по новой. Но, к счастью, эта машина очень проста в управлении. Ее очень легко остановить и вернуть в исходное состояние. Либо построить с помощью схематики. Очень простая. Мало деталей, и поэтому мало проблем, в принципе, с ней. Чтобы ее завести, необходимо сломать этот редстоуновый блок, который находится над модулем со стеклом. И второй вариант работы в этой машине. Можно сесть в эту вагонетку и в ней кататься, в общем-то. Ломаем редстоуновый блок. И машина поехала. Если в какой-то момент у вас появляется ощущение, что вы зашли совершенно не туда и сделали совершенно не то, что хотели. Она будет двигаться влево, соответственно, рано или поздно начнутся коллизии с моей предыдущей машиной. Ну, это не страшно. Чтобы ее остановить, возвращаем редстоуновый блок на место, чтобы активировать этот поршень. По возвращению машина просто остановится. Предостережения, с которыми я столкнулся, к сожалению. Желательно убрать все источники жидкости, которые могут оказаться на пути машины. Лаву, воду. Наверное, больше вариантов нет. Молоко. Не знаю, молочные блоки есть в Майнкрафте? Я не в курсе. Воду, лаву. Потому что эти вещи не дают динамиту взрываться и раскрывать свой потенциал. И после этого остаются просто огромные горы, на которые уходит куча сил и времени, чтобы их разобрать и уничтожить. Обсидиан не ломается. Ну, соответственно, динамит-то не взрывает обсидиан. Но фишка в том, что динамитные блоки падают так часто и так часто раскидывают друг друга, что даже в моем случае... Ну, я уже вычистил здесь большую часть. Ну, как бы можете посмотреть здесь. Динамит все равно падает вниз, разрушает под обсидианом все что угодно. И проблем нет. Куча, куча блоков теряется. То есть, все, что внизу находится, динамитные блоки падают так часто, что уничтожают все что угодно. Теперь еще одно предостережение. Этот механизм должен быть установлен на высоте минимум 10 блоков от самой высокой точки этого карьера. Самая высокая. То есть, вы просматриваете в моем случае. Я просмотрел эту территорию. Здесь была пустыня. Абсолютно плоская. Абсолютно без воды. Я реки отгородил сразу, где необходимо было. Здесь, видите, угловатые места. Вот здесь тоже я отгородил реку сразу. Потому что знал, у меня есть территория, которую я должен был зачистить. Вот эта вот окружность. Этот кружок. Вот. Я сразу по нему сориентировался, где нужно заблокировать реки, чтобы они не затекли. Здесь я лишка махнул. Или, не помню, я что-то здесь хотел построить, не суть. Сразу заблочил все реки и посмотрел самую высокую гору в пустыне. Уничтожил все кактусы, потому что, мало ли, в какой-то момент машина дропнет динамит на него и просто взорвется к чертовой матери. А в Сурвайвале это вообще очень страшно. Если ты взрываешься в этой машине, ты теряешь вообще все. Это просто опасно. Единственный вариант, наверное, можно добавить здесь, в принципе, здесь не достигнут лимит по блокам. И, наверное, здесь можно установить плиту над головой, чтобы фантомы не спаунились и не убивали ночью. Но лучше все-таки поглядывать. Выкапывание вот этого карьера, а еще раз напомню, он 16 чанков в длину и 16 чанков в ширину, у меня ушло где-то от 18 до 20 часов. И то из-за того, что... 18 часов, естественно, в худшую сторону. Из-за того, что в какой-то момент у меня винда решила обновиться. И, соответственно, машины сломались. Потом я после ночи врубил майн. Смотрю и... Половина блоков не выкопанная. Машины прошли. Модули продвинулись дальше. Здесь земля не вспаханная. Пришлось модули устанавливать на 50 блоков назад. Прогонять по новой. Плюс. Расскажу, как я добился такого результата, чтобы большинство блоков было уничтожено. Я использовал два модуля. Первый модуль находился на высоте... В данном случае у меня где-то 97, наверное, самая высокая гора была. 97, самая высокая песчаная гора. То есть я устанавливал на 10 блоков выше. На 107. Одна из машин. Она выкапывала основную часть. Но из-за того, что находилась так высоко, динамитные блоки не добивали до земли. И оставалось очень-очень много различного трэша. Даже вот до сих пор можно посмотреть. Еще остался в различных местах редстоун. Там какие-то единичные блоки. Но, в принципе... О, там зомби сидит. Единичные блоки не так страшны, потому что... Ну, как мне показал опыт, на единичных блоках не спаунятся. Если уж рядом два блока какой-то руды или камни или еще чего, там уже начинают спауниться моба. Но, опять же, здесь АФКшная точка будет достаточно высоко и будет зацеплена только небольшая область внизу. Я планирую здесь, наверное, криперовскую ферму сделать. Вот. И, соответственно, первая машина проходила. Она прошла, если не путаю, 10 или 15 шагов. То есть она уходит в одну сторону, возвращается, делает шаг в сторону. Уходит, возвращается, делает шаг в сторону. Она сделала 10, условно. Мне кажется, 10. И я посмотрел на безопасную высоту, и оказалось, что я могу в районе, вот в данном случае, 82-81, а именно динамитные блоки на высоте 78 находятся, я установил второй модуль и синхронно их запустил. То есть первый расчищал высоту, а второй уже расчищал дно. И да, да. Вот это, в частности, места, где было много лавы, и поэтому я еще не до конца расчистил. Но начальные, да, можете посмотреть, здесь вполне себе уничтожены практически все блоки. Остался частично песок, где я убивал лаву. Ну да, да, прям вот по пальцам можно сосчитать оставшиеся блоки. То есть вариант с двумя модулями оказался очень эффективен. И это, пожалуй, одна из моих критических рекомендаций. Первое. Не менее 10 блоков в высоту от различных построек, в том числе деревья. Если вы будете в районе леса строить, смотрите самое высокое дерево. Вот в данном случае самое высокое дерево находится здесь, 91. И делаете 10 блоков. Возможно, перебор. Возможно, можно как-то так строить. Но я прогнал, там 87 было. Поэтому по моим ощущениям, да, что-то как-то не очень. Но по своему опыту скажу. Вот в данном случае я мог находиться в таких условиях. То есть эта машина идеально копает. А здесь копает еще одна. И мне было чертовски страшно от того, как падали кусочки динамита. Физика абсолютно рандомная. Сюда мог упасть кусок, отрикошетить, прилететь тебе куда-нибудь, взорвать машину, а ты находишься над всей этой хренью. Потом тебе нужно подгадывать блоки, где тебе ее восстановить, чтобы они синхронно ходили. Первую остановить. Кучу времени. Лучше заранее. Подготовить небольшую траншею, 10-15 шагов. Это полчаса времени, наверное. Ну, в учетах таких размеров. Кстати, условно, я посчитал с ребятами в Твиттере, мы посчитали, 16 на 16 чанков с этой высотой где-то 4-5 миллионов блоков. Но, скорее всего, меньше, потому что у меня здесь расщелина была, у меня здесь шахта еще находилась, куча всяких разных пещер. Но, условно, да. Мне нравится верить в то, что здесь было выкопано 4 миллиона блоков, и это было сделано моими машинами, моими руками. Это было сделано в Сурвайвале. Это, конечно, серьезное для меня достижение. Опять же, ребята, повторяюсь, если вам необходима схематика, все очень просто. И я в описании прикреплю оригинальное видео с этим билдом, как делал это Рэй. У него лучшее объяснение. Видео, естественно, на английском, но я надеюсь, языковой барьер вас не остановит в данном случае. Он очень подробно рассказывает, как делаются модули, за что отвечают определенные наблюдатели, потому что я, опять же, могу очень сильно ошибаться. Но большинство из тех, которые направлены горизонтально в данном случае, они отвечают за передвижение в сторону. Те, что смотрят горизонтально в данном направлении, в сторону конечной точки, наверное, депо, если можно сказать, они отвечают за то, чтобы машина двигалась вперед-назад, возвращалась из одного депо ко второму и обратно, и потом передвигалась на один шаг в сторону. Там, где находится стекло, в эту сторону будет передвигаться машина. Тоже стоит учитывать. Я не сталкивался с проблемой строительства этого модуля в других направлениях. То есть с севера на юг и с востока на запад абсолютно никакой разницы не заметил. ТНТ Дюпер работает одинаково. Если вам не нравится сама идея этого бага с бесконечным динамитом, вы можете поставить здесь дозатор и просто активировать его при каждом движении, чтобы сохранить каноничность и, наверное, зарядить туда кучу динамита. Если у вас уже есть криперовая ферма, и вы готовы постоянно пополнять динамитом машину, почему нет? Это вот один из вариантов. Ну, наверное, в данном вопросе все. Я даже не знаю. Давайте еще разок проверим. В принципе, она легко ставится на паузу. Садитесь в вагонетку и оставляйте персонажа на некоторое время тусить здесь. Не более того. Ставите в районе депо светокамни. Можно заменить их на стекло, можно покрыть их коврами. А, нет, нет. Ковры при движении скорее всего сломаются. Можно заменить их стеклом, она не спаунит врагов. Но я рекомендую все-таки влепить светокамень или фонари подводные. И это скорее всего просто лучший вариант для вас будет. И после этого просто возвращаем сюда. Вы можете посмотреть, сколько она, не знаю, шесть раз. Три раза прошла. это, наверное, третье возвращение, да? И по глубине, ну, половина высоты пройдена. Половина высоты пройдена. Да. Работает. Работает. Ребята. Огромное спасибо за то, что подключились к моему скромному каналу. А я напоминаю, меня зовут Джонни. Это был канал JoyWire. Статистика показывает, что 75% просмотров на этом канале это люди, которые все еще не подписались. Ребята, подпишитесь. Поддержите меня. И огромное спасибо за просмотр, конечно же. Джонни, для канала JoyWire. Всего вам хорошего, ребята. А я сейчас переключусь на таймлапс. У меня есть к сожалению, не все. К сожалению, я, черт возьми, еще и упал, как лох в конце видоса. Я записал, я пытался записать все. Весь этот карьер, но там винда ломалась, потом я не смог определиться с чанками, чтобы записывать это все корректно. В итоге у меня есть двухчасовой видос в выкапывании, и вы можете оценить эффективность этой машины в пределах двух часов. Я переключаюсь на таймлапс, а все, кто посмотрел этот видос, обязательно отпишитесь в комментариях, если потестили, машина заработала, и под видео Рея напишите большой привет от Джонни, машина работает, все очень круто. Ребята Джонни для канала JoyWire обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте, а я буду безгранично любить вас. Еще раз огромное спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok